Французские власти вместе с американскими коллегами начали активную кампанию по зачистке грязных иностранных активов. Речь идет о проверках чиновников разных стран, приобретающих движимое и недвижимое имущество. Кто из украинских политиков вслед за африканскими может оказаться под прицелом французского правосудия, а не на шикарном острове Сен-Барт? Давайте посмотрим. Во Франции власти начали мониторинг нечистых на руку иностранных чиновников, которые обворовывали свои страны и за полученные деньги шиковали и скупали недвижимость на французских территориях. Один из примеров – активное преследование семьи иностранного диктатора правителя экваториальной Гвинеи Теодора Абиангангуэма. Дело по обвинению в незаконно нажитом имуществе. Власти США тоже заинтересовались сыном диктатора и в 2014 году конфисковали 30 миллионов долларов его активов. Как правило, такие дела расследуют в ЕС и в США параллельно. Французские власти активно проверяют и других иностранцев. В частности, по информации наших французских коллег, заинтересовались и имуществом нардепа Вадима Рабиновича. Не так давно французские СМИ показывали, как один из лидеров партии «За життя» встречался с владельцем шикарного кусочка острова Сен-Барт в Карибском море, изучал план и даже торговался за лакомый кусочек острова. Рабиновичу в Украине славится умением начинать проекты и кидать своих компаньонов. Как в бизнесе, так и сегодня в политической карьере. Вот нашумевшая в свое время история с домом-музеем семьи известной летчицы-героя войны Валентины Грязодубовой. Рабинович пообещал ей реконструировать здание. Женщина поверила и благодаря ее связям он получил доступ на склады дефицитных стройматериалов. Но ни реконструкции, ни материалов в итоге никто не видел. Рабиновича отправили за решетку на 14 лет за кражу у государства в особо крупных размерах. Была история с футбольным клубом «Арсенал». Рабинович его приобрел, желая войти в круг олигархов. Разорил и по сей день должен крупные суммы денег тренерскому составу и футболистам. Не так давно его исключили из своих рядов в оппозиционном блоке, по спискам которой он попал в Раду. Но сдавать мандат отказывается, видимо, не желая лишаться депутатской неприкосновенности. А вот сегодня афера в партии за житя. Некоторые СМИ, ссылаясь на анонимные источники в полициле, заговорили о ее возможном расколе. Пишут, что еще один лидер партии, Евгений Мураев, в кругу однопартийцев прямо обвиняет коллегу в работе на власть. Об этом говорили и в оппозиционном блоке. Возможно, политик и пытается шиковать на островах за рубежом именно на полученное от сотрудничества с властью деньги. Косвенно о возможной работе Рабиновича на власть говорит и тот факт, что недавно генпрокуратура заинтересовалась декларацией Мураева за 2015 год. То есть из двух лидеров партии почему-то проверяют только одного. Самое выдергивание этой ситуации, массива этих деклараций, которых сотни тысяч подано, выглядит очень особенным, субъективным подходом до конкретного декларанта. Может, не прямые знаки у тех, кто принадлежен к владею, у нас вопроса у нас нет. Або такие вопросы, что они быстро происходят в судах. За украинской привычкой, до тех, кто у нас в оппозиции, очень много вопросов. Сам Мураев назвал налоговую проверку спектаклем. Об этом еще ранее он заявил одному из изданий. И предположил, что интерес к его имуществу у налоговиков возник из-за его политической позиции. Якобы годами к его финансовой отчетности претензий не было. Мураев не исключает, что против него могут возбудить уголовное дело, что станет поводом для снятия с него неприкосновенности. Об этом вполне вероятно намекнул ему Рабинович. Если он, Мураев, покинет партию из-за житя и будет делать нервы Рабиновичу. Мураев предупреждение понял и принял. Далее следует ожидать круговорота рейтингами. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.